Привет, меня зовут Алексей и сегодня я расскажу о такой замечательной функции Arduplane для автоматического подбора пидов как AutoTune. Ссылку на документацию как всегда оставлю в описании к видео. Я сейчас не буду рассказывать теорию про то, что такое пиды и для чего они нужны. Скажу лишь, что от того, насколько они хорошо подобраны, будет зависеть то, насколько стабильно будет вести себя самолет в режимах стабилизации. Для того, чтобы AutoTune отработал как следует согласно документации, необходимо первое, откалибровать датчик воздушной скорости, если таковой имеется, проверить центровку самолета, ну как бы это обязательно, не нужно делать в любом случае. Третье, проверить стримы управляющих поверхностей, проверить, что фейлсейф настроен и работает корректно. Далее необходимо настроить пару параметров через Mission Planner. Первое, AutoTune Level. Документация советует начать с уровня 6 и далее повышать по мере необходимости. С более высоким уровнем повышается агрессивность управления самолетом. Есть вероятность, что при уровне AutoTune 7 и выше самолет будет неадекватен в управлении после или в процессе AutoTune. Поэтому уровни выше 6 нужно применять с осторожностью. Для DART 250G я делал AutoTune на 6, 7 и 8 уровнях. И результат после AutoTune на 8 уровне мне в целом понравился. Хотя у коллеги на этом уровне возникли осцилляции. Поэтому применять нужно с осторожностью. Второе, задать параметр ARSPD FBV Min. Указывается в метрах в секунду. Этот параметр согласно документации должен быть на 20% выше скорости сваливания. Для DART это около 30 км в час. Плюс накинуть еще сверху 20% это получается примерно 36. А если перевести в метр в секунду, получается 10 метров в секунду. Так и запишем. Третье, необходимо настроить полетный режим AutoTune. У меня это пятый режим. Далее все просто. Взлетаем, набираем высоту. Летим с крейсерской скоростью 50-60 км в час. Тем у кого датчик воздушной скорости можно расслабиться. Тем у кого нет, нужно учитывать скорость ветра. Не знаю у кого как, а у меня на OSD вводится скорость по GPS. Поэтому если лечу по ветру, то накидываю сверху еще скорость ветра. Если я лечу против ветра, то вычитаю. Включаю режим AutoTune и далее внимание. Необходимо совершить как минимум 20 отклонений стиков до крайних точек. Сначала по одной оси, допустим по роллу. Потом по другой, по питчу. Важно делать это не слишком медленно, но не слишком быстро. Согласно документации, отклонил стик до конца, сосчитал до двух и повернул его до конца в противоположном направлении. И так минимум 20 раз. Поначалу управление может быть немного ватным, но по мере процесса AutoTune оно станет более острым. Параметры AutoTune сохраняются каждые 10 секунд. То есть если самолет стал внезапно плохо управляться, то отключив AutoTune, вы откатитесь на те параметры, которые были 10 секунд назад, когда управление самолетом еще было стабильным. Выполняя AutoTune, важно не останавливаться слишком рано. Необходимо совершить минимум 20 быстрых движений стиков сначала по питчу, потом по роллу. Или наоборот. Какого-то специального действия для того, чтобы найденные пиды запомнили совершать не надо. Важно помнить про 20 отклонений стиков и то, что настройки сохраняются каждые 10 секунд. То есть в AutoTune не следует совершать лишних движений. На этом все. Надеюсь, данное видео было полезным. Если это так, можете меня поддержать, поставив лайк этому видео и подписавшись на канал, если еще не подписан. А в следующем видео я расскажу про ручной тюнинг пидов. А я сейчас прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...